Привет, ребята! Меня зовут Аксёнов Андрей, и это «Закат империи». Это сериал о том, как сто лет назад в России победила революция. Я рассказываю о её героях, о революционерах, о студентах, священниках, министрах и о Николае Втором, и о том, как все они желали России светлого будущего. Этот сериал выпускает студия подкастов «Либо-либо», а я веду в студии два исторических подкаста. Один называется «Время и деньги» о роли бизнеса в истории, а второй называется так же, как и этот сериал «Закат империи», но это совсем другое. Переходите по ссылке в описании. В предыдущих сериях страна ввязывается в ненужную войну, и на фоне этого бурлит недовольство. В январе 1905 года священник Гапон ведёт рабочих с Челобитной к царю, но эту демонстрацию расстреливает петербургский гарнизон. В стране вспыхивают протесты, и справиться с ними никто не может. В результате Николай Второй подписывает Конституцию, и в стране появляется парламент. Но революция в руках у радикалов, и им нужен полный передел власти. Премьер-министр Сергей Витте справиться с беспорядками не может, и царь его увольняет. Август 1906 года. Четыре месяца назад радикалы убили Гапона, и с тех пор власть не может договориться с революционерами. По всей стране беспорядки. Бастуют и в армии, и на флоте. Назначенный всего лишь месяц назад новый премьер-министр ведёт заседание правительства. Страна изнемогает от беспорядков. Нужно принимать решительные меры, чтобы покончить с революцией. И вот во время одного из докладов в дверь стучит курьер с письмом от императора. Премьер-министр немедленно вскрывает конверт, читает записку и сообщает собравшимся, что заседание придётся перенести. Потому что в письме информация, которая может перевернуть ход протестов. Император одобрил идею премьера казнить революционеров. И премьер готов пойти ва-банк, чтобы остановить распад страны. Скоро бунтовщики узнают, на что способен Пётр Аркадьевич Столыпин. Ещё четыре месяца назад, весной 1906 года, казалось, что ситуация в стране вот-вот нормализуется. Потому что на первые заседания должна собраться Государственная Дума. Наконец-то многолетнее противостояние общества и правительства должно разрешиться. Но как оно разрешится, никто не знает. Итак, кто у нас за игральным столом? Есть социалисты. Они радикалы. Они чувствуют, что сейчас власть слаба как никогда. И они продолжают революцию до полной победы, до полного свержения самодержавия. Им подачки от царя не нужны. Они выборы в Думу игнорируют. И сам парламент тоже. Есть либералы. Они не так радикальны. Они, да, против царя. Но они рады парламенту. И они на выборы идут. Но при этом их за это критикуют социалисты. А в правительстве у нас замена. Потому что Николай II достал инициативный интриган Витте, он его смещает и на его место ставит послушного человека, Ивана Логиновича Горимыкина. Вот как Николай II отзывался о новом премьере. «Для меня главное то, что Горимыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти». И Николай II совершенно прав, потому что, конечно, Горимыкин не пойдет против царя просто потому, что Горимыкин – это дед, с которого сыпется песок еще с XIX века. Он, безусловно, послушан и лоялен, но только совершенно безинициативен, безволен, просто транслирует волю царя. Вот такие у нас расклады. Игра начинается. И правительство задает правила этой игры. И правила, естественно, правительству нужны такие, чтобы выиграть. А это значит, что надо собрать послушную, лояльную думу. И идея сфальсифицировать итоги голосования просто тогда в голову никому не приходит. Власть действует гораздо более прямолинейно. Просто избирательный закон пишут таким образом, чтобы нашим людям дать больший вес голоса. Ну то есть, на один голос нужно собрать или две тысячи подписей помещиков, или четыре тысячи подписей горожан, или тридцать тысяч подписей крестьян, или девяносто тысяч подписей рабочих. То есть голос одного рабочего весит в сорок пять раз меньше, чем голос помещика. На руку правительства идет и то, что социалисты эти выборы бойкотируют. Но ставка правительства не сыграла, потому что либералы все-таки на выборы идут и выигрывают их в одну калитку. Итак, первая в России дума собирается 27 апреля 1906 года. Депутаты сходу повышают ставки. Они требуют, чтобы министров правительства назначал не Николай II своей волей, а чтобы они выбирались из числа депутатов. То есть они сразу хотят показать, что парламент главнее царя. Ну и на закуску они предлагают еще всякие законопроекты об освобождении политических заключенных, о наделении крестьян землей за счет помещиков и еще всякие разные реформы в госуправлении предлагают. Николай II все эти предложения игнорирует и не собирается подписывать эти законопроекты. В ответ на это депутаты предлагают еще более революционные. Они предлагают национализировать природные богатства и отменить частную собственность на землю. Со стороны правительства полный и демонстративный игнор всех предложений депутатов. В конце концов, возмущенный парламент объявляет о недоверии правительству, а министры перестают ходить на заседания Государственной Думы. Ни один законопроект принять невозможно. Госуправление полностью парализовано. Ситуация патовая. Николай II понимает, что надо что-то делать. Революция уже не на улицах и не на рабочих стачках. Она прямо в Государственной Думе, где депутаты с трибуны клеймят позором правительства. И тогда Николай II решает поставить на место безинициативного Ивана Горемыкина смелого и целеустремленного человека. Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпину 44 года, и он сторонник твердой руки. Вот как его описывала одна из современниц. Высокий и статный, с красивым, мужественным лицом – это был барин по осанке и по манерам и интонации. Столыпин сделал блестящую карьеру, постепенно поднимая с самых низов чиновничьей лестницы. И в 1904 году он стал саратовским губернатором. А саратовская губерния в то время – это один из самых протестных регионов. Столыпин действовал решительно и грамотно. Он прямо врывался в толпы протестующих и останавливал иногда их своими смелыми речами. И, в принципе, казачьими отрядами он тоже не стеснялся протестующих останавливать, потому что доброе слово и казачьи отряды всегда лучше, чем просто доброе слово. И в итоге он пришел к полному успеху. К 1906 году Саратовская губерния – это совсем тихое место. Никаких восстаний, никаких стачек. На Столыпина совершали покушение, в него стреляли, в него кидали бомбы, но он оставался всегда верен своему курсу. Никаких соглашений с бунтовщиками. Он сторонник законности и существующего строя. Он совершенно не верит в созидающую силу революции. И у него такой еще правильный образ – жена, шестеро детей. Такой прямо рыцарь на защите власти. То, что нужно загнивающему самодержавию в критический момент. И вот, когда весной 1906 года Николай II собирает новое правительство в игрове с Гримыкиным, он зовет туда людей, которые не пойдут ни на какие компромиссы с протестующими. И поэтому, кажется, саратовский губернатор, который навел порядок в своем регионе – отличная кандидатура. Николай II предлагает Столыпину пост министра внутренних дел. И эта должность очень опасная. Потому что за предыдущие годы одного министра внутренних дел застрелили, а второго убили бомбой. Но Столыпин после долгих размышлений все-таки соглашается. Поначалу он скован курсом Гримыкина. Он не совсем согласен с премьер-министром, который просто сходу отвергает все предложения оппозиции. Но субординация не позволяет ему возражать. И поэтому он просто выступает с такими вдохновляющими речами с трибуны Государственной Думы. Но, в конце концов, правительство и Дума входят в клинч. Николай II понимает, что надо что-то менять. И предлагает Петру Аркадьевичу Столыпину пост премьер-министра. Столыпин соглашается. И задача у него такая – закончить революцию в России. Партнер этого выпуска – сервис МТС Строки. На нем вы можете найти книги про героев нашего сериала. Например, я вам советую прочитать воспоминания о Петре Аркадьевиче Столыпине, которое написала его дочь Мария Бок. МТС Строки – это сервис для читающих людей. На нем вы можете найти книги и журналы, слушать подкасты и аудиокниги. Ссылка в описании этого выпуска. А мы продолжаем. Итак, Столыпин вступает в игру. Вместе с назначением нового премьер-министра Николай II распускает недоговороспособную Думу. Понятно, что это не решение проблемы, это просто какая-то попытка сойти с мертвой точки. Совершенно явно, что скоро будут выборы, и Дума все равно соберется, и надо будет с ней как-то работать. Но это просто попытка взять какую-то фору. Правительство может принимать почти любые законопроекты, пока парламента нет. А либералы просто в ауте. Они думали, что правительство доверит им принимать законы, а об них просто показательно вытерли ноги. И они стремительно радикализируются и присоединяются к лозунгам социалистов о борьбе до победного конца. Но надо как-то использовать фору. И Столыпин за это время старается привлечь на сторону правительства умеренных либералов. Он предлагает им важнейшие посты в правительстве. Он предлагает им войти в коалиционное правительство. И, что довольно невероятно, он заручается в этом поддержкой императора Николая II. Он даже готов передать свой собственный пост премьер-министра либералам. Но либералы не идут на соглашение. Возможно, два года назад они бы согласились на подобные предложения. Но сейчас кажется слишком поздно. После Кровавого Воскресенья, после разгона Думы, они не готовы идти ни на какие компромиссы с правительством. Просто хотя бы из принципов чести. Кроме того, за такие дела их, естественно, социалисты смешают просто с грязью. Они потеряют поддержку общества. И потом им кажется, что еще чуть-чуть надавить, и вся власть будет наша. Зачем тогда идти на компромиссы? Так что первый ход Столыпина в холостую. Результатов никаких нет. Доброе слово. Не помогло. При этом оппозиция не дремлет и продолжает изо всех сил таранить власть. В июле 1906 года проходит около 40 вооруженных восстаний по всей стране. И продолжается террор. Да, главная террористическая ячейка. Боевая организация социалистов-революционеров сейчас не действует. Их глава Гершуни в Сибири, в тюрьме. А внутри этой организации шпион, которого никак не могут поймать. Но их пример был заразителен. И теперь террором занимаются просто все, кому не лень. И вот одна из террористических организаций, они называют себя эсерами-максималистами, готовят покушение на главного царского министра. Они хотят убить Петра Столыпина. 12 августа перед домом Столыпина на аптекарском острове останавливается повозка. Из нее выходят три человека. Они одеты в офицерские мундиры. У них накладные бороды, и они несут тяжелые портфели. Они входят в приемную, где в это время собрались друзья, родственники и знакомые Столыпина. Охрана их не пускает. Происходит борьба, и тогда эти трое человек швыряют свои портфели внутрь дома и бегут. Через несколько секунд раздается оглушительный взрыв. Половина дома взлетает на воздух. Ранено больше ста человек. Взрывной волной дочь Столыпина выбрасывает с балкона, и она падает, ломая себе обе ноги. Убиты друзья Столыпина, но сам Столыпин остался жив. И он очень, очень зол. Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Вы хотели террора? Хорошо, вы получите террор. Столыпин идет к царю и предлагает. Новый подход к борьбе с революцией. Расстрелы и виселицы. Царь подписывает закон о введении военно-полевых судов. Теперь насильственные преступления, убийства, грабежи, нападения на чиновников будет рассматривать не гражданский суд, а военный из пяти офицеров. Никакого предварительного следствия, никаких адвокатов, просто пять офицеров, за пару дней решают вопросы жизни и смерти. И решают их просто потоком. И обжалованию эти приговоры не подлежат. Уже через неделю после покушения закон вступает в силу. Офицеры берутся за дело, а Госдума ничего не может с этим поделать. Потому что Госдумы нет. За восемь месяцев действия военно-полевых судов было рассмотрено больше тысячи дел и больше шестисот человек было приговорено к казни. И это полный шок. Конечно, это со сталинскими репрессиями не сравнить, но только за предыдущие восемьдесят лет было казнено в четверо меньше человек, чем за восемь месяцев действия военно-полевых судов. И это, конечно, просто гейм-ченджер. Террор быстро перестает быть модным. За эти восемь месяцев, пока действовали суды, по всей стране прекращаются вооруженные восстания, стачки и протесты. Страна успокаивается. И оппозиция лишается своего главного инструмента давления на власть – насилия. Но теперь ход, наконец, переходит к ним. Выборы во Вторую Думу проходят через год после выборов в Первую. И, конечно, сложно рассчитывать на иной результат, если ты будешь делать все то же самое, что год назад и по тем же самым правилам. Но результат оказался действительно несколько иной. Если правительству казалось, что Первая Дума была ужасно оппозиционная, то это потому, что они не знали, какой будет Вторая. Потому что за время действия Первой Думы социалисты, которые бойкотировали Госдуму, увидели, как бодро либералы с трибуны парламента критикуют правительство. И им захотелось тоже. Теперь социалисты идут на выборы. И, конечно же, их выигрывают. Вот что пишет о первом заседании нового парламента один из либералов. «Торжественного настроения, которое окружало открытие Первой Думы, и в помине не было. Вообще не было ни малейшего энтузиазма. Все были настороже, и зал заседаний представлял странное зрелище. Как будто втиснули в помещение, из которого заперт выход чуждых, не выносящих друг другу людей, которые только и ждут напряженно какого-нибудь повода, чтобы сразиться и померяться силами». Первым делом, естественно, отменяются военнополевые суды. Но уже поздно, потому что порядок в стране наведен. А дальше начинается знакомый клинч. Правительство отказывается принимать законы проекта, которые предлагает Дума, а Дума отказывается принимать законы от правительства. Трибуна Госдумы используется практически только для того, чтобы агитировать людей против правительства. И больше всего, конечно, достается Столыпину, его военнополевым судам. Самого премьера называют палачом, а виселицы называют столыпинскими галстуками. А сам Петр Аркадьевич в ответ на это говорит депутатам вот что. «Ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и волей, и мыслей. И все они сводятся к двум словам, обращенным к власти. Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, сознанием своей правоты может ответить только двумя словами. «Не запугайте». Прободавшись с Думой три месяца, Столыпин решает, что пора с этим кончать. И он решает второй раз разогнать Думу. Для этого нужен повод, и Столыпин довольно быстро его находит. 1 июня 1907 года Столыпин приходит на заседание Государственной Думы и объявляет 55 депутатов-социалистов заговорщиками. Якобы они планировали вооруженный мятеж. На самом деле это все выдумки полиции, но, по крайней мере, у Столыпина появляется формальный повод, чтобы лишить их депутатских полномочий. И Столыпин говорит, у вас, у парламентариев, есть двое суток, чтобы лишить этих 55 заговорщиков депутатской неприкосновенности. Госдума, естественно, не собирается сдавать своих и оказывается предсказуемо распущенной. А это значит, что впереди опять выборы. И, в общем, рассчитывать на то, что Третья Дума окажется какой-то другой, не приходится. Это у нас получается такая игра, в которую невозможно выиграть. А значит, что? Значит, надо просто поменять правила этой игры. И пока Государственной Думы нет, Столыпин вводит новый избирательный закон. Если по предыдущему избирательному закону голос крестьянина был в 15 раз слабее помещичьего, то теперь будет в 125 раз. Если раньше голос рабочего был в 45 раз слабее помещичьего, то теперь будет в 1000. Даже сам чиновник, который писал этот закон, называет его буквально бесстыдным. И это все абсолютно, тотально незаконно. Потому что за избирательный закон, за его изменения обязана проголосовать Дума. Это один из тех моментов, когда без нее решить ничего нельзя. А Думы нет, она распущена. Привет. То есть это буквально, фактически, государственный переворот. Оппозиция возмущена до предела. Вы совершили государственный переворот? Тогда мы поднимаем восстание. Но народ устал. Он устал за все это время от постоянных вооруженных восстаний, от забастовок. И, откровенно говоря, не очень понятно, за что надо опять выходить на улицы. Типа, изменилась процентная норма на голосовании. Как-то это странно. Вообще непонятно, за что теперь надо опять меситься с полицией. И никакого восстания не происходит. Министр финансов так писал об этой ситуации. Получилось даже впечатление, что население было просто довольно тем, что прекратилось то нервное состояние, в котором жила страна с февраля прошлого года. И каждый может спокойно заняться своим делом. И это победа. Осталось совсем чуть-чуть посмотреть, какой соберется Третья Дума. И она, ура, оказалась гораздо более послушной, чем предыдущие две. Она оказалась праволиберальной, социалистов там совсем немного. И не сказать, что эта Дума полностью лояльна. Да, с трибуны парламента будут критиковать и царя, и его правительство. И каждый законопроект будет принимать непросто. Но все-таки эта Дума будет способна конструктивно работать с правительством. Игра закончилась. Два с половиной года страну сотрясали волнения, восстания и протесты. Сменилось несколько правительств, несколько составов парламента. Но теперь, наконец-то, все спокойно. В стране мир и тишина закончились восстания и в армии, и в городах. Но для Столыпина это только начало. Это был человек действительно государственных масштабов. Революция побеждена, а значит, можно заняться настоящим делом. И Столыпин начинает менять страну. Потому что, на самом деле, Столыпин, как и революционеры, понимает, что Россия – это отсталая, душная и несправедливая страна. У него огромные планы преобразований. Просто добиваться этих изменений нужно не революцией. И Столыпин начинает свои реформы. Еще в перерыве между Второй и Третьей Государственной Думой он запускает земельную реформу. Впервые в истории империи крестьяне массово становятся собственниками земли. И это только самая главная известная его реформа – аграрная. У него огромные планы преобразований в рабочем законодательстве, в налогах, в госуправлении. И все эти реформы Столыпин проводит рука об руку с Государственной Думой. Потому что Столыпин – либерал. Он, безусловно, либерал. Потому что никогда, даже в самые тяжелые моменты, он не предлагал императору Николаю II отменить Конституцию, манифест 17 октября, и избавиться от Государственной Думы. Столыпин считает, что демократия, права человека и парламентаризм – это не просто благо для России, это необходимость. И Столыпин не собирается отказываться от достижения революции. Больше того, благодаря тому, что она снесла все социально-экономические преграды, теперь Россия под управлением премьера на пороге экономического чуда. Ежегодно промышленность будет расти на 10% примерно. А это, на минуточку, темпы роста Китая на рубеже 20-го и 21-го веков. Столыпин становится настоящим героем, спасшим страну. Пять лет великий человек будет стоять во главе страны. И это начинает кое-кого беспокоить. Императора. Как это? У нас получается уже не царь первый номер в стране? Николай II очень не любит находиться на вторых ролях. Нет, мы, конечно, благодарны нашему премьеру за то, что он спас страну от революции. Но Столыпин как будто бы слишком амбициозен. И к тому же для достижения своих целей он позволяет себе давить на царя. А Николай II очень не любит, когда на него давят. Далее. Субтитры сделал DimaTorzok